Что? Вы нас пустите? Чтобы попасть в страну Максима, виза не нужна. Его двери открыты для каждого. Два дня назад он объявил свою квартиру отдельным государством. Заявление разместил на своем сайте в виде обращения к президенту. Владимир Владимирович, я перестаю платить налоги и всевозможные поборы в казну России. На правах частных вводениях я отделяю свою квартиру от России и объявляю ее независимой страной. Попытка вторгнуться в мою квартиру будет расцениваться как объявление войны. На этот шаг, говорит Максим, его подтолкнула несправедливость, которая царит в стране. Особенно парня задели последние события – эстафета Олимпийского огня. Детям мы не можем помочь, собираем народом всем. Не можем собрать 150 тысяч, 500 тысяч. Зато мы устраиваем эстафеты, огня по всей России носим его, в космос отправляем, куда еще засовываем. Обращение мгновенно нашло отклик у российских блогеров. Отзывы совершенно разносторонние. Молодцом, Максим! Хоть кто-то их тыкает в очевидные вещи. Пусть тогда ему отрежут воду и электричество, не будет прижать скорая и т.д. А что, своя страна пусть сам производит все необходимое. Выражаю свое намерение эмигрировать в страну Максима Романенко. Люди! Человек болен! Надо пока не поздно помочь, а вы тут свои мещанские дрязги обсуждаете. Однако на того, кто не дружит с головой, парень вряд ли похож. Он уже подготовился, как в случае чего защитить себя. Если даже меня объявят, что поймают где-то на улице, скажут, что ты нелегал, по закону Российской Федерации, я обязан отправить в мою страну, значит довезти до дома. Готов Максима к тому, что жизнь его кардинально изменится и, скорее всего, не в лучшую сторону. Меня полностью заблокирует. Без света, без воды, без ничего. Не будет поддержки народа, значит полностью изоляция будет. Я готов к этому. Не исключают активисты того, что это останется незамеченным у адресатов послания. Как это было с теми, кто изжигал флаги на Красной площади в Москве и даже паспорта в знак протеста. Поэтому, чтобы добиться желаемого, он надеется на поддержку других, кто так же, как он, осмелится создать свое государство в государстве. Валерия Страумова, Светлана Панина, Новости, 7-й телеканал.